В заморских странах составили портрет совершенного мужчины. Результатами исследователи были крайне удивлены. Внешне непривлекательные, ранимые и стремящиеся к власти. Таким видит представительница слабого пола образ идеального человека. По словам психологов, наши юные соотечественцы представляют образ идеального спутника жизни по глянцевым журналам и киногероям. Но в жизни их не встречают. Оттого и большое количество незамужних женщин в стране. Сейчас очень много молодых людей и девушек, и парней, которые очень долгое время не выходят замуж. То есть это сейчас выйти замуж в 30-32, это неудивительно. Если девушка хочет выйти замуж и создать счастливую семью, то она должна подумать. Требования к мужчинам она не должна стать высокие. Алматинки и алматинцы постарше в существование идеальных людей не верят. Но основные критерии все же назвали. Он должен быть добрым, вежливым, отзывчивым, заботливым. Думаю, идеальный мужчина должен быть в первую очередь справедливым, честным. Идеальный мужчина, наверное, он должен быть самым первым. Вот сейчас, правда, это редкость. Он должен быть очень галантным. Он должен не уставать и ухаживать за девушкой. А сейчас это очень большая редкость. Единственный критерий любимый. Как он выглядит, неважно. Сколько у него денег, неважно. Какая у него машина, тоже неважно. На деле делают выводы психологи. Для казахстанок идеальный мужчина – это надежный мужчина. И поэтому в жизни они стараются выбирать молодых людей, похожих на брата, отца и дедушку.